Между ветвями власти будут перераспределены полномочия. Сегодня в аккорде прошло совещание под руководством Нурсултана Назарбаева. По словам президента, этот процесс будет последовательным и закономерным этапом развития страны. Как заявил глава государства, одна из пяти институциональных реформ подразумевает еще более открытую работу правительства. Кабинету министров дадут больше полномочий в сфере экономики. А в компетенции президента останутся основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями власти. На первых порах мы написали много полномочий президенту. В законах у многих было 45 таких полномочий, теперь больше 30 полномочий, которые смело можно передать правительству и парламенту для решения. Например, утверждение программ, создание новых органов управления и так далее. Таких много мы передаем. И повышаем роль парламента, безусловно, потому что в наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями, которые победили, коалиция, советуясь с которым президент должен назначать правительству по совету с парламентом. Повышается роль парламента в отношении правительства. По многих вопросах там в проекте все это определено. Подробно о предложениях по перераспределению полномочий доложил президенту руководитель рабочей группы Адильбек Джекцебеков. По его словам, сформулированы предложения по трем направлениям. Для реализации двух из них не придется вносить изменения в Конституцию. В рабочей группе отдельно рассмотрено порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции. Активность в этом вопросе проявили представители депутатского корпуса, научно-экспертного сообщества. Внесенные предложения предусматривают расширение полномочий парламента и его палат, в том числе при формировании правительства. Также предложено усилить подотчетность правительства перед парламентом и его палатами. Кроме того, поступили предложения по усилению самостоятельности и ответственности правительства. Часть предложений, направленных на модернизацию судебно-правовой сферы, также связаны с изменениями Конституции. В частности, речь идет о возможном уточнении статуса и пункции Верховного суда по определению требований, предъявляемых к судям судов республики. Кроме того, предложено скорректировать в Конституции нормы, определяющие статус и полномочия органов прокуратуры. Также внесены предложения о совершенствовании механизма конституционного контроля. Планируется, что у президента станет меньше полномочий, которыми регулируются вопросы социально-экономической сферы. Это управление экономикой, финансами, государственным имуществом и полномочия, связанные с решением отдельных вопросов административно-территориального устройства. Кроме того, ожидается, что за разработку госпрограмм будут отвечать сами министры. Это наделит членов правительства ответственностью за свои решения. Вот сказали о местной полиции. Она еще до сих пор не сложилась. Мы говорили о том, что следствия ведут несколько организаций в Казахстане. Так не должно быть. Изучали немецкий опыт, другие опыты. Все равно все это остается. Приходится снова говорить и снова заставлять делать. Правительство в прошлом году реорганизацию сделали. Сократили большое количество министерств, объединили. Для чего? Потому что каждый министр, получая поручение, готовит документы и бросает зампремьера или премьера. Он должен отвечать в своем ведомстве. И мы для этого сделали, чтобы он не гонял бумагу, взял ответственность и брал. Но не происходит до сих пор. Поэтому надо... Правительство отвечало за программу. Каждый раз заслушиваем, каждый раз отчеты, каждый раз даем поручения на качки. И вот так работает. Так не должно быть. Поэтому каждый орган власти должен заниматься своим делом. То, что сегодня мы передаем, хотим, предлагаем передать полномочия от главы государства, правительства, поднял к полномочиям, это очень хорошо. Это в основном действительно организационно-исполнительные такие функции, которыми должен обладать правительство. Поэтому это... Ну и ответственность большая у правительства будет. Вот теперь не всегда можно надеяться, что кто-то может помочь. Надо всегда привести, чтобы думать о своей отличности. У нас очень сильная форма президентского правления. Могу смело утверждать, что за прошедшие 25 лет мы смогли сформировать сильное государство. Но при этом, полагаясь во всем на президента, правительство практически не берет на себя ответственность. Парламент, как законодательный овет власти в рамках своих полномочий, может акцентировать внимание правительства на принятии законов и контроле за их реализацией. Тогда наше государство будет развиваться еще лучше. В целом, члены рабочей группы проанализировали действующее законодательство, касающиеся полномочий и компетенций ветвей власти, проштудировали порядка 300 законов, а также рассмотрели возможность изменения и дополнения в Конституцию. Надо отметить, что вопросы, связанные с изменениями и дополнениями в Конституцию, она затрагивает порядка 40 полномочий. Сегодня, которые закреплены за президентом страны, эти полномочия перераспределяются как правительству, так и парламенту нашей страны.